Сегодня в объективе нашей программы Речицкий район. Один из красивейших и старейших регионов Гумельщины. Его по праву называют лесным краем и столицей нефтяников. Несмотря на это, здесь хорошо знают цену черному золоту и природным ресурсам. И сегодня мы посетим предприятие, где энергосбережению уделяют пристальное внимание. Особенно актуально это звучит, когда речь идет о твоей малой родине. Город Речи, в котором я родился, он меня подкупает тем, что город красивый, чистый, нету суеты, как в больших городах, крупных. Ну, какое-то придает спокойствие. Ну, и, наверное, все-таки я из тех людей, которые, ну, так как я здесь родился, не хочется как-то менять то, что уже по душе, то, что нравится, и там, где хорошо себя чувствуешь. Потому что родственники, близкие здесь все. Речицкая имени ТЭЦ, на которой Сергей Грицков работает после окончания Гумельского политехнического университета, введена в эксплуатацию в 2011 году. Стратегически важный объект построен в рамках государственной комплексной программы модернизации производственных фондов белорусской энергосистемы. Различные варианты мы рассматривали, прежде чем начать строительство. Ну, и выбрали один из четырех предложенных вариантов. Он оказался нетрадиционным, он был как альтернативным. Именно этот вариант строительства такой станции, которая имеет свои особенности, особенности именно в части связанные с энергосбережением. Наш объект уникальный за счет того, что здесь применяются технологии, которые еще не сильно распространены в Республике Беларусь. Станция у нас работает на местных видах топлива. Это существенно помогает государственной программе в плане замещения покупки природного газа, то есть экономим валюту и применяем топливо, которое у нас рождается в стране, в Республике Беларусь. Это щепа топливная и торфабрикет. Установленная электрическая мощность МиниТЭЦ в Речице составляет 4,2 мегаватта. Тепловая – 19,6 мегаватт. Она полностью автоматизирована, в смену ее обслуживают всего три человека. Это первая в стране так называемая масляная МиниТЭЦ, на которой вместо традиционного водяного пара используются пары силиконового масла. Экономим на том, что утилизируем избытки тепла, которые на традиционных станциях, как правило, уходят в атмосферу. Здесь они утилизируются не столько, как утилизируются для выброса. Утилизация для нагрева сетевой воды, для нагрева горячей воды, для энергоосновления, в том числе, для выработки тепла. А выработка электроэнергии здесь как раз-таки является тем самым способом, который позволяет увеличить КПД станции и, соответственно, сэкономить на том, что мы используем то топливо, которое приобретаем, не выбрасывая в атмосферу излишки при нагреве воды, а используя его для выработки электрической энергии. Речицкая МиниТЭС в круглосуточном режиме обеспечивает теплом и энергией четверть населения районного центра. Это только по своей классификации станцию называют мини. На самом деле ее КПД выше, чем на традиционной. И по проекту составляет примерно 92-94%. Сегодняшний день подтверждает, что эта цифра оправдана. За время эксплуатации Речицкой МиниТЭС удалось заместить 80 миллионов кубов природного газа на местные виды топлива, торфабрикет и щепу. В планах расширение зоны обеспечения дешевым теплом. Станция соответствует всем экологическим требованиям. Мы понимаем, что экология – это весомая часть жизнедеятельности людей. И если сейчас мы живем, то мы должны думать не только о теперешнем времени, а и о будущем, о детях, внуках и о будущем поколении. Поэтому все здесь экологические нормы соблюдены. Все параметры мониторятся. Экология и нами. Ну, как бы все в порядке в этом плане. У нас на станции, наверное, процентов 90 местные жители, которые родились в Реческом районе, которым им здесь нравится так же работать, так же и жить. А все, вот видите, и за природу, за малую родину, там, где родились, там, где выросли, там, где планируют расти детей, ну, и жить здесь. Речицкий район – один из самых крупных в Гомельской области. Здесь проживает почти 100 тысяч человек. Недавно райцентр отметил свое 800-летие. Речица стремительно развивается. Здесь нет суеты, а прошлое тесно переплетается с настоящим. Вековой юбилей в этом году и у Речицкого райжил комхоза. Однако коммунальникам вовсе не до праздников. Сейчас идет самый разгар работы по подготовке к зиме. Нам необходимо получить 73 паспорта готовности теплоисточников, а также паспорт предприятия, занимающегося транзитом тепловой энергии. У нас на балансе также есть больше 500 жилых домов. Нам задача стоит, скажем так, до 1 сентября все паспорта получить, что, думаю, мы выполним достойно. Ставка делается на снижение затрат и повышение качества услуг. В этом направлении реческие коммунальники проводят большую и целенаправленную работу. Одна из задач – оптимизация схемы теплового хозяйства с привлечением средств республиканского бюджета и Всемирного банка реконструкции и развития. В качестве примера можно привести центральный тепловой пункт по улице Советской, 202. На этом месте еще два года назад работала старая котельная с низкоэффективными котлами. Был реализован проект по переводу трехкотельных в городе Речице в режим ЦТП. В результате чего мы имеем достаточно устойчивое, эффективное теплоснабжение и горячее водоснабжение всех потребителей. Годовой эффект от внедрения мероприятия составил 237 тысяч рублей. Тогда как сметная по проекту стоимость объекта была 600, затраты фактически составили 472. Мы видим, что, грубо говоря, два года работы, и деньги эти оправдывают и уже работают как бы на нас. Таких в ЦТП было три переведено, бывших котельных в ЦТП, где также стояли низкоэффективные котлы. В результате проведенных мероприятий удалось снизить расход топлива и объемы потребления электроэнергии, а также оптимизировать численность работающих. Предусмотрено автоматическое регулирование. Здесь также имеется дистанционный съем показаний работы данного ЦТП, которое с диспетчерской службой в любой момент можно увидеть, в каком режиме работает ЦТП. Такая система у нас предусмотрена на всех ЦТП и на всех тепловых пунктах жилых домов. Дистанционно мы можем видеть, в каком режиме работает какой-то тот или иной объект. Модернизация теплового хозяйства в первую очередь проводится в местах большой плотности расположения многоэтажных домов, объектов соцкультбыта, детских учреждений. Это более рентабельно. Большой охват численности населения – большая отдача. По этому принципу новую жизнь получила и котельная в пятом микрорайоне. Здесь в котельной установлено 3 котла-агрегата мощностью по 8 гкал в час, ТВГ-8М. В свое время здесь была серьезная модернизация, проведена в части установки частотного регулирования, установка клапанового контроля герметичности для обеспечения безопасности эксплуатации котлов. В 2015 году мы выполнили работы по модернизации ЦТП, это центрального теплового пункта, с привлечением, опять же, средств нашего департамента по энергоэффективности на условиях финансирования 50 на 50. Сейчас снято оборудование на ремонт, ведется, скажем так, наладка оборудования, замена подшипников и так далее. Выложили все эти обосновления. Здесь потери в сетях в районе 4% от объема полезного тепловой энергии. То есть это очень такой хороший показатель, тогда как доведенный показатель на уровне республики 11%. Речицкие коммунальники ежегодно проводят планомерную замену трубные энергоэффективные, предизолированные. Всего за последнее время обновили 150 км тепловой трассы из 286. Это позволило более чем в два раза снизить потери тепла при транспортировке. Самый крупный энергоисточник и гордость Речицкого райжелкомхоза находится по улице Молодежной 1А. С помощью финансирования Всемирного банка и республиканского бюджета здесь, 6 лет назад, внедрены две газопоршневые установки. Это позволяет обеспечить объекты предприятия дешевой электроэнергии собственного производства, а потребителей дешевой тепловой энергии. Благодаря работе данных установок предприятие при нормальной работе оборудования имеет экономию на всех видах услуг до 100 тысяч рублей. Это основные объекты теплоснабжения, водоснабжения и канализации. На самой котельной котлы ПТВМ-30 в течение двух лет мы, скажем так, выполнили работы по модернизации в плане установки частотного оборудования на все тяго-дутевое частотников. Потом мы оборудовали котлы клапанами контроля герметичности, что обеспечило полную безопасность при их эксплуатации. В результате установки частотного оборудования мы как минимум 50 кВт в час экономим, что если в течение года составляет реальную экономию. Коммунальное хозяйство энергоемкое, в том числе и подача воды. Сегодня это напрямую связано с тарифами. На Южном водозаборе и лечицы, например, экономят за счет установки энергоэффективных насосов. В 2010 году вместо существующей котельной на местных видах топлива на предприятии был смонтирован тепловой насос мощностью 50 кВт, который подогревает воду и обеспечивает теплом административные здания станции. Нововведение позволило снизить энергозатраты до 40% в год. Данный источник холодного водоснабжения обеспечивает водой больше 30% жителей города и приближенных населенных пунктов сельской местности чистой водой. В настоящее время в городе Речище существует один водозабор, который оставшуюся частью обеспечивает население чистой водой соответствующего качества. В прошлом году там была введена в эксплуатацию станция безжелезья. Возвращение финансирования 100% было из средств Всемирного банка реконструкции и развития. Цена вопроса была 2,2 млн долларов США. Введен объект в мае прошлого года. Качество питьевой воды города Речище и Реческого района после введения двух станций безжелезья полностью соответствует санитарным нормам и правилам. Вода питьевая по содержанию железа, в первую очередь, так как наши зоны эндемичны по содержанию железа, превышение в природной воде, поэтому вводятся станции безжелезья и также по другим показателям. Поэтому полностью гарантируем нашим потребителям качество воды. Сегодня Речицкий райжелкомхоз в своей отрасли занимает лидирующие позиции в вопросах энергосбережения. Но не время почивать на лаврах. Задача на ближайшую перспективу – максимально получать тепловую энергию за счет собственных возобновляемых природных ресурсов. Таким примером послужит новая котельная в населенном пункте Заречья, которую построили буквально с нуля с полной перекладкой теплосетей. Самый большой плюс объекта – местные виды топлива. К слову, этот проект четвертый по счету, реализуемый Речицкими коммунальниками совместно со Всемирным банком реконструкции и развития. Общая стоимость всех проектов с учетом станции обезжелезивания – около 10 миллионов долларов. Примерно по такой же схеме планируется построить новые объекты и в других населенных пунктах района. Девять существующих старых котельных в Озерщине и Васильевичах заменят два высокоэнергоэффективных теплоисточника. Суммарный объем стоимости данных проектов – более 8 миллионов долларов. Ожидаемый эффект – более 1 миллиона рублей. Такие немалые средства Всемирный банк выделяет под гарантии государства. Все это создает надежный фундамент – основу для будущего развития региона. Тем временем каждый человек может внести свой вклад в обустройство своей малой родины. Важно лишь помнить, что экономия и бережливость – это не дань моде, а осознанная необходимость рационального использования природных ресурсов, которые дарованы нам землей, где мы живем, трудимся, растим детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова